Шиитаки – съедобные грибы, растущие на деревьях. Они внешне напоминают шампиньоны, у них такие же круглые шляпки диаметром 5-19 сантиметров. Окраска шиитаки варьирует от желтовато-коричневых до темно-каштановых оттенков, а шляпки этих грибов покрыты тонкими узорами из трещинок и утолщений. Шиитаки обладают приятным вкусом, напоминающим вкус шампиньонов и белых грибов, а также сильным древесным ароматом. Кроме того, эти грибы ценятся за свои полезные свойства, которые открыли еще древние лекари Китая и Японии. И это неудивительно, ведь в этих грибах содержится большое количество аминокислот, необходимых для человека, много клетчатки и витаминов группы B, микроэлементов, таких как калий, фосфор. И железо. Энтенпепеп. Шиитаки – полноценный белковый продукт, относящийся к низкокалорийной пище, в 100 граммах. Шиитаки содержится всего лишь 35 килокалорий. А самым удивительным свойством этих грибов является их доказанная противоопухолевая активность, которая проявляется в стимулировании иммунитета, разрушающего опухолевые клетки. В Японии и Китае экстракты из шиитаки уже давно и удачно применяются в комплексной терапии онкологических пациентов. Кроме того, шиитаки способствуют понижению холестерина в крови, нормализуют артериальное давление у гипертоников, оказывают противоаллергическое иммуностимулирующее действие и... Если верить китайской медицине, увеличивают продолжительность жизни. Для того, чтобы оценить пряный вкус этих удивительных грибов и ощутить их полезное влияние на личном опыте, нужно попробовать научиться готовить шиитаки. Готовить шиитаки можно самыми разными способами. Пожарить, приготовить на пару, добавить в суп, потушить или отварить в течение нескольких минут. Шиитаки продаются в свежем и сушеном виде. Если вы решили приготовить сушеные шиитаки, то предварительно размочите их, например, залив водой и оставив в таком виде на всю ночь. Утром грибы будут готовы для применения в кулинарии, а воду, в которой они были замочены, можно будет использовать для приготовления маринада или супа. Суп с грибами, шиитаки и креветками, время приготовления данного блюда составляет в среднем 25 минут. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты. Грибы шиитаки, 150-200 год. Креветки 200 граммов. Бульон из семги или тунца. Соевый соус 2 ст ложки. Сухое белое вино 2 ст ложки. Соль, зелень по вкусу. Готовится суп следующим образом. Порежьте мелко грибы шиитаки. Скипятите воду и залейте креветки. Если готовите из замороженных креветок, затем слейте воду и очистите креветки. Добавьте креветки и грибы в рыбный бульон, предварительно доведенный до кипения. Варите 5-10 минут. Озвучено Яндекс Спичкит. Добавьте 2 столовых ложки вина и 2 или 3 столовых ложки соевого соуса. Тщательно перемешайте, если нужно. Добавьте немного соли. Готовый суп разлейте по тарелкам и украсьте свежей зеленью. С грибами шиитаки можно готовить самые разные супы, используя овощные и рыбные бульоны, комбинируя их с креветками, кальмарами, яйцами, мясными продуктами. Грибы шиитаки добавляют в классический японский мисо-суп и используют в приготовлении традиционного китайского супа с соевым соусом и лапшой. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Салат с грибами шиитаки и куриным мясом. Время приготовления салата составляет в среднем 30-40 минут. Для его приготовления потребуются следующие ингредиенты. Куриное филе 300 граммов. Грибы шиитаки 200 граммов. Лука порей 40-50 год. Специи, молоко, горчица, зелень по вкусу. Готовится салат следующим образом. Отварите куриное филе до готовности, затем порежьте мясо на небольшие кусочки. Обжарьте грибы шиитаки на растительном масле в течение 7 минут. Соедините куриное филе с грибами, добавьте мелко порезанный лук-порей. Приготовьте соус для заправки салата. Смешайте молоко, соль, специи и горчицу. Заправьте салат получившимся соусом. Готовый салат можно украсить листочками рукола или веточками укропа. Будете ли вы варить суп или печь пироги? Научиться готовить грибы шиитаки довольно просто. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Они готовятся так же, как и любые другие грибы. Но блюдо из шиитаки отличает оригинальный пряный вкус, и, как считают многие специалисты, частое употребление этих грибов самым полезным образом. Сказывается на работе в сердечно-сосудистой и нервной системах организма. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!